Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Кремниевую долину, а точнее в Сан-Франциско. У нас такой замечательный вид, и у меня сегодня замечательный гость на моем канале Иван Хомяков. Он поделится своей историей переезда, поделится своим опытом работы по J1VIZ, о которой очень многие в странах СНГ не знают и не подозревают, что по ней можно приехать и поработать здесь. И он работал в Яндексе, ты работал в Яндексе. И обо всем об этом мы сегодня поговорим. Предлагаю начать с АЗОВ. Расскажи об образовании, которое ты получил в России. В России я учился по новой системе, это бакалавр-магистр. Бакалавром я стал в Твери, в Тверском государственном университете, на ПМК. И магистратурой я пошел в Москву, в МГУ, на факультет ВМК. То есть вычислительная математика и информатика, гипернетика. Такое прям классическое образование, которое потом применимо для того, чтобы работать с программистом. Хотелось бы поговорить о том, насколько оно применимо. Можешь оценить образование российское с точки зрения его дальнейшего применения в работе? Конечно. То есть я бы сказал то, что просто образование само по себе, даже вот российское образование, оно, конечно, ценится. Оно достаточно фундаментальное и очень много чего можно научиться. Но, тем не менее, это не будет основным фактором все равно. То есть какое бы ни было образование, и особенно с опытом это видно больше и больше, все зависит даже не от корочки, а от того, какие силы вы в себя вкладываете, что изучаете, чем интересуетесь. То есть всегда приходится двигаться. Но образование мне действительно очень помогло. Во время учебы в бакалавриате, в университете, в магистратуре, ты уделял еще дополнительное время самообразованию какому-то, то есть что-то изучал? Да, безусловно, безусловно. А что это были за источники, ресурсы, которыми ты пользовался, ты помнишь? В то время я постоянно что-то учил, например, на Курсере. Курсера, Удасти, EDX, не знаю, как сейчас. То есть популярные эти платформы, да. А ты интересовался какой-то определенной технологией? Что ты изучал? Я изучал, например, в МГУ, там уже я больше как раз сторонними источниками уже пользовался, чтобы изучать. Меня тогда интересовала обработка изображений, машин-леунинг, и в это я обычно погружался. То есть обычно в этом направлении. Ну, насколько отзывчивы были профессора, которые тебя учили в магистратуре, например, и насколько было много практики, каких-то проектов? Я бы не сказал то, что было много практики на самом деле. Больше было фундаментальное образование, то есть, например, математика, теория оптимизации, статистика. Ну, в общем, такие предметы, которые вроде бы очень полезны, их очень полезно знать, но именно с ними на работу очень сложно устроиться. То есть технически какие-то скиллы они не отдавали. И, скажем, была такая проблема в самом начале. Приходишь на работу, ты можешь решать какие-то дефуры очень просто. А что-то вот закодить, там какой-нибудь сервер поднять, это была уже для меня проблема. Так что в этом, кстати, проблема российского образования. Я считаю, что очень мало практики. Но люди, зато многие люди, они компенсируют это тем, что работают во время учебы. Как ты искал свою первую работу после того, как закончил магистратуру? Я бы начал, на самом деле, на магистратуре. Я на последнем курсе магистратуре нашел. Это компания RedMed Robot. И в то время они занимались тем... У них был AR, то есть это дополненная реальность. Да, одно тоже очень популярное сейчас направление, да? Сейчас популярное, тогда мало кто о нем знал, но мне очень так понравилось. Я просто услышал истории, я нашел компанию и просто подал туда. Но это направление, на самом деле, в компании уже умирало, к тому моменту, когда я пришел. И сейчас они занимаются мобильной разработкой больше. Ну вот я просто хотел что-то уже найти, надоело сидеть в общаге все время и ничего не делать. Я хотел просто куда-то и уже поработать пора было. А в какой-то момент вот нашел работу здесь? Под J1, так называемый. Да, на самом деле это произошло через полтора года, после того, как я закончил универ... Да, универ. Я уже в то время в другой компании работал. RoboCV, и это был стартап, который делал cell driving cars. Но там своя специфика была внутри помещений. Там на заводах, на складах. А, то есть это какие-то такие помогающие машины для стройки, типа погрузчиков, да? А, тягача, погрузчик, да, тягач, погрузчик. Ну, то есть задача была, например, взять груз со склада, перевести его на производство, сделать там поворот, взять мусор с производства и обратно на склад. Да. Вот так вот. И сделать так, чтобы эта машина сама там ездила по гидарам, по всяким другим сенсорам. Интересно тоже. Ну и ты, как ты узнал про вот эту J1 Viz? Да, вот. Ну, я просто тогда уже думал о том, чтобы поехать куда-нибудь ещё. Хотел всё-таки получить какой-то международный опыт и где-то пожить за пределами России. И тогда просто интересовался и видел какие-то видеоблоги людей, которые уже так переезжали. И один человек, он как раз приехал по J1. Я на самом деле не помню, как называется этот блог уже. Ну, теперь ты станешь таким человеком для многих моих подписчиков, которые расскажут такую историю. И поделиться опытом, многие узнают. Да, это... Ну вот, ну человек, он просто приехал... Его история, он приехал по J1 после универа. А здесь год проработал, нашёл работу, ему сделали H1B. После этого он переконвертировал её в Грингу. Вот такая у него история была. А твоя история? Мне кажется, довольно сложно найти спонсора для такой визы за пределами России, особенно если никого здесь не знаешь. За пределами Штатов, извиняюсь. Дело в том, что, как я нашёл, я нашёл через агентство, есть компания, которая как раз ищет людей, которые хотят стажироваться, и компании, для которых стажёры нужны. И что они делают? То есть, процесс был такой. Я просто связался с этой компанией, подал заявление, заплатил там 20, что ли, процентов. Там стоила тогда такая услуга, по-моему, 2000 долларов. И я заплатил 20 процентов, чтобы они начали этот аппликейшн, и чтобы они, ну, знали то, что я не просто там человек, который потом как-то откинется, а чтобы я что-то уже заплатил, чтобы у меня был интерес. А основную сумму после того, как мне уже нашли стажировку, они запросили, я заплатил, и, собственно, визу мне сделали. Как быстро ты отбил эту сумму? Лучше расскажи. Не так и быстро, на самом деле. То, что так уж получилось, что стажировка вообще в Штатах очень часто не оплачивается вообще. И если вы не зайти, то будет очень сложно даже на какой-то минимум пройти. Ты приехал, у тебя сразу готовая работа была, правильно, здесь? Потому что, ну, должен быть спонсор. Просто так не дают эту визу. Да. Ну вот почему я говорю про деньги, то, что про проблемы, потому что, по крайней мере, я зарабатывал минималку по Калифорнии. То есть это в месяц было две с чем-то тысячи. Ну и, естественно, тебе нужно было снимать жильё. Да-да-да, всё. А здесь оно супердорогое. Да, это верно. Поняла. То есть, на самом деле, первое время я... у меня такой zero sum было. То, что я пытался просто накопить тысячу долларов на экстремальный возврат домой, если придётся. А наверняка же компания не просто по рекомендации тебя берут от какого-то посредника, а ты всё-таки проходил какие-то собеседования, да? Да, конечно. Что они представляли собой? Вот этот посредник, который у нас был, компания, которая спонсирует, там человек, он постоянно мне предлагал какие-то вакансии. И потом мы согласовывались с компаниями, и я проходил собеседование в Скайпе. Я точно не помню, конечно, сколько там компаний было. Мне кажется, четыре компании, и три отказали мне. И эти три были только фон скрина. То есть, это просто мы разговаривали, ну, разговаривали об моём опыте, решал какую-то задачу, и всё. На четвёртой компании, вот, Куст Медиа прошло подальше, у меня было, по-моему, три собеседования после фон скрина. Ну, то есть, да, первый этап – это просто знакомиться, может, какие-то базовые задачи, и потом ещё три по Скайпу интервью были. Вот, эти три я прошёл, мне сделали предложение, я подумал пару дней и сказал «да». Задачи были не очень сложные, то есть, я считаю то, что… А ты помнишь примерчик какой-нибудь? Да, например, два, что-то вроде найти, там, дан список, ну, то есть, лист, структура данных, лист, и нужно было найти, есть ли в нём цикл, например. То есть, ну, довольно-таки простая задача, я думаю, для, особенно для выпускников каких-то фундаментальных. Ну, я предлагаю моим подписчикам поучаствовать и порешать эту задачу, можно в комментариях. Ну, такие простые задачи, она очень классическая, ничего на самом деле сложного. Ещё интервью было там с русским человеком, ну, он сам из России, он, по-моему, PHD, и мы с ним просто поговорили по душам по машин-лёнинг. Я вам просто рассказывал о том, что я думаю об этом, что это такое, там, какие проблемы есть. Ну, просто по душам поговорили, то есть, он одобрил как cultural feed, наверное. Расскажи тогда о той компании, в которой ты работал, и о том, насколько у тебя было много ответственности, как даже у стажёров. Ну, как на стажёра на меня там редко смотрели, может быть, конечно, как человека, которого сложно понять, потому что английский не мой родной, но я делал ту же самую работу, что и делали другие. Работа была, может быть, не такая интересная, как self-driving car, но, тем не менее... Ну, чем я занимался? Да, в какой-то... Я был в девопсе. В девопсе. То есть, я приехал, там, вот, платформа Boost Media... Как патриотично. Да. Ну, вот, они занимаются тем, что это интернет-платформа для оптимизации интернет-рекламы. Сложно даже произносить на русском какие-то слова сейчас. Ну, ты можешь... Я думаю, что это будет для моих зрителей тренировка, раз они все нацелены на Америку, значит, ты можешь, в принципе, вставлять какие-то термины и на английском. Ну, да. Ну, вот. Ну, там просто работа была в девопсе, опять же, что нужно было делать, это поддерживать сервера, которые там у нас работали, там, быть на онколе. Онколы – это когда ты ходишь постоянно с телефоном, и если что-то произойдет, там, какая-то метрика не работает, то ты получаешь сообщение, и тебе нужно с собой постоянно таскать компьютер, и быстро там, там, идешь хайкать, идешь в бар все равно с компьютером, и быстро исправлять проблемы. Да, да. Ну, на самом деле, не такая интересная задача, опять же, как роботы, но было интересно, опыт очень интересный, опыт очень хороший, и я считаю, я совсем не жалею. И ты сколько проработал? Год, да? Год. Год. У тебя закончился, как бы, как контракт с ними, да, и ты обязан был вернуться обратно? Да. Обязан – это немножко неправильное слово, потому что, конечно же, можно остаться, можно перейти на другую визу, можно какие-то другие схемы сделать, и легальные, и нелегальные, если на то пошло. Но я для себя взвесил, это было, на самом деле, очень непросто, но я решил вернуться. А ты вернулся в Москву? Ну, я перешел в Яндекс. Как проходило твое собеседование? Интересная, на самом деле, история. Почему ты уволился? Я решил, что нужно действовать сейчас, больше такого шанса не выпадет. И ты поехал прямиком в Кремниевую долину? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова